Людям очень трудно понять, что эта жизнь не имеет никакой цели. Это удар по эго. Мы думаем, что мы очень важны. Мы идем по жизни, получая самый разный опыт. Мы считаем, что это приводит нас куда-то. Тем не менее, жизнь совершенно бессмысленна. Нет вообще никакой цели. Хорошим примером этого являются сны и деньи. Когда вы видите сон, кажется, что у вас есть цель. В своем сне вы делаете всевозможные вещи. Тем не менее, вы просыпаетесь, и все, что вы сделали, остается во сне. Во сне вы пошли в школу, вы стали доктором философии, вы женились или вышли замуж. У вас появились дети, вы стали дедушкой или бабушкой. Затем вы проснулись, и все это исчезло. Так же и с этой жизнью. Мы принимаем ее всерьез. Мы так заботимся о наших делах и наших делах. Однако в один прекрасный день все мы пробуждаемся. И мы начинаем смеяться. Потому что мы – это не мир, не тело и не ум. Со всем этим мы не имеем абсолютно ничего общего. Это напоминает мне историю о двух искателях, которые хотели посетить великого мудреца. Чтобы добраться к нему, нужно было пересечь реку. Был даже дливый день, долл ураганный ветер, и они не были уверены, что смогут перебраться через реку. Они вполне могли утонуть. Но они решили продолжить путь. Потому что желание увидеть мудреца было сильнее, желание сохранить свою жизнь. Они попытались найти паромщика, чтобы тот перевез их через реку. Но паромщик отказался везти их. Они нашли другого паромщика, но из-за плохой погоды тот тоже отказался. Наконец они нашли паромщика, который сказал, «Поскольку вы хотите повидать мудреца, я перевезу вас через реку. Но помните, что вы рискуете своей жизнью». Сильный ветер вздымал высокие волны. «Вы все еще хотите плыть?» – переспросил паромщик. Искатели ответили «Да». Они забрались в лодку. Паромщик сел на весла. Лодка заскакала вверх и вниз по волнам. Когда вода стала попадать в лодку, паромщик спросил «Может, я поверну назад?» Искатели ответили «Нет, продолжай грести». Наконец они добрались до берега. Там они увидели группу паломников, шедших с той стороны, где жил мудрец. Искатели спросили паломников «Где найти мудреца? Где мы можем получить даршан мудреца?» Паломники посмотрели на искателей и сказали «Дураки, паромщик, который перевез вас через реку и был тем мудрецом». Они искали паромщика, но того не было. Он исчез. «Каков смысл этой истории?» «У нее вообще нет никакого смысла». Ученики смеются. «Тогда зачем я рассказал ее?» «Чтобы скоротать время». Ученики смеются. Нет абсолютно никаких причин, чтобы рассказывать вам эту историю. Такова жизнь. Мы стали серьезными. Мы вовлечены в различные религии. Мы связаны с мудрецами и книгами. Будто все это может помочь нам. Кажется, что они помогают нам. Так же, как мир кажется реальным. Но на самом деле, ничто в этом мире ничего не может сделать для вас. Потому что ни вас, ни мира не существует. Вы – чистое осознавание. Вам ничего не нужно делать, чтобы увидеть это, чтобы найти это. Вы есть то. Мир не может вам ничего сделать до тех пор, пока вы не реагируете на него и не позволяете ему. Как вы думаете, кто вы? Вы думаете, что вы – это кто-то важный? У вас есть хорошая работа? У вас есть семья? Вы платите налоги? Смех. Вы делаете все эти вещи. Почему вы все это делаете? Вы не знаете. Вы родились в определенной семье. Вам полностью промыли мозги. А теперь посмотрите на себя. Вы думаете, что вы кто-то? Но вы – никто. Нет никакого тела. Почему вы хотите быть кем-то? Вы хотите быть кем-то, потому что считаете, что это принесет вам счастье, мир, любовь и радость. Вы хотите сделать свою жизнь. Но разве вы не делаете этого в сновидении? То же самое вы делаете в своих снах. Тем не менее, вы просыпаетесь и находите себя в этом сне. Вы все выглядите такими умиротворенными. Почему вы хотите выглядеть умиротворенными? Покой – это заблуждение. Рождение – это иллюзия. Смерть – это иллюзия. Вы – это иллюзия. Вы – это не то, чем вы себя считаете. Даже если вы чувствуете себя духовным человеком. Кто должен поверить, что он духовный человек? Кто тот человек, который считает, будто он является чем-то? Что бы это ни было, ищете ли вы, практикуете ли какую-то медитацию, что бы вы ни делали, должен быть кто-то, чтобы делать эти вещи. Я говорю, выясните, кто этот кто-то. Кто тот, кто должен пройти через изучение различных видов йоги и медитации? Прочитать разные книги. Принять участие в различных организациях. Кто должен это делать? Выясните. Узнайте, кто этот человек. Откуда этот человек пришел? Кто породил это существо? Кто чувствует, что он деятель? Исследуйте себя. Погрузитесь глубоко внутрь себя. Посмотрите, кто вы на самом деле. А затем посмотрите, есть ли цель вашей жизни. Единственное, чем мы оправдываем нашу жизнь, это вера в то, что мы делаем ее лучше для наших детей. Лучше для человечества. Но если вы просмотрите историю, то увидите, какие омерзительные вещи творились на этой земле. Вы видите бесчеловечность человека к человеку. Все то, что случалось с начала времен. А мы всегда старались принести в этот мир покой, гармонию и радость. Но кажется, что ничего не работает. Кажется, что ничего не работает, потому что вы играете с миром сновидений. Вы вовлечены в мир, который является сновидением. Тем не менее, по какой-то причине вы верите, что вы кто-то. И в качестве так называемого человека вы что-то делаете в этом мире. Тем не менее, на самом деле, вы не человек, а этот мир не существует. Ничто в этом мире не имеет значения. И вы тратите свою жизнь в погоне за вещами, которые меняются. Я не говорю, что вы должны отказаться от своего образа жизни и идти жить в пещеру. Хотя это не такая уж и плохая идея. В действительности вы не должны отказываться от чего-либо, кроме ваших мыслей. Это ум, это ваши мысли приносят вам неприятности. Вы отождествляетесь со своими мыслями. Вы отождествляетесь с умом. Ваш ум создает все те картины, которые вы видите перед собой. Он создает этот мир, который вы наблюдаете и в который вовлекаетесь. Вся вселенная – это эманация вашего ума. Все – люди, места, вещи – исходят из вашего ума. Чтобы пробудиться, выясните, откуда взялся ум. Откуда появился ум. Ум никогда не существовал. Поэтому он не мог ниоткуда прийти. Ума не существует. Если нет ума, то нет и никаких мыслей. Если нет мыслей, то нет и тела. Если нет тела, то нет ничего другого. Если нет ничего другого, то нет мира и нет Вселенной. Таким образом, вы видите, что все это пришло из вашего ума. Вы должны спросить себя, кому приходит этот ум. Кто думает, кто деятель, кто я. Все это – ничто. Ничто – это ваша истинная природа. Все другое существует, потому что существуете вы. Когда вы перестаете существовать, тогда и все другое перестает существовать. Будет только одно. Это одно – пустота, свобода. Это одно – абсолютная реальность. Это одно – есть вы. Почему вы хотите продолжать играть в игры этого мира и во все вовлекаться? Отпустите мир. Отпустите инерцию, которая заставляет вас верить, что вы являетесь частью этого мира. Что вы человеческое существо. Что вы – это эго. Все это – игра жизни. Достаточно трудно понять, как вы будете функционировать, если сделаете то, что я изложил вам. Тем не менее, всегда помните, что вы будете действовать без помощи самого себя. Вы будете продолжать делать определенные вещи, для выполнения которых вы пришли сюда. Вы будете трепетно счастливы, благодаря тому, что вы больше не деятель. Нет больше того, кто несет ответственность. Ответственность, так сказать, на Божьих плечах. Не на ваших плечах. У вас нет никаких плечей. Вам больше не нужно нести мир. Больше не думайте, что вы несете ответственность за условия, в которых вы пребываете. Философия Нью-Эйдж Учис, что вы несете ответственность за все то, что происходит с вами. Но вы не можете быть ответственны за все, что происходит с вами, потому что вас вообще нет. Нет такого существа, как вы, который создает какие-то проблемы, который ответственен за все в этом мире. Такого существа не существует. Тем не менее, если вы верите, что ответственны за то, что рисуют в ваш ум в этом мире, тогда вы ответственны. Тогда вы верите, что вы грешник. Вы верите, что делали в своей жизни плохие вещи и должны быть наказаны. Или если вы верите в учение Нью-Эйдж, то считаете, что подчиняетесь закону причин и следствия, и поэтому причина обязательно будет иметь последствия. Так что, если в своей жизни вы с кем-то поступили неправильно, то последствия этого вернутся к вам. На самом деле нет никаких причин. Просто нет причин. Так какое же может быть следствие? Другими словами, кто создал причин? Вы можете сказать «Я создал». Вы понимаете, вам приходится понять, что «Я», которое вы считаете причиной, не существует. И вы начинаете видеть, где возникло это «Я». Откуда оно возникло? Откуда пришло то «Я», которое считает себя причиной? И обнаружите, что этого «Я» никогда не существовало. Если «Я» никогда не существовало, то нет никакой причины. Если нет никакой причины, то нет никакого следствия. Следовательно, вы свободны. Вы свободны прямо сейчас. Вам абсолютно не о чем жалеть. Это не дает вам право идти и делать все, что вам угодно. Ибо если вы делаете все, что вам угодно, то вы, так сказать, упадете в яму. И, соответственно, будет казаться, что вы будете страдать в этом мире. Но это учение показывает вам, что нет никакой причины ни для какого действия. Некоторые люди хотели бы сказать, что первая причина – это Бог. Тем не менее, нет первой причины. Бог – это часть творения ума. Подумайте об этом. То, во что вы верили все эти годы, причиняло вам боль. Страдания, которые вы переносили в своей жизни. Вера в то, что вы создавали людям проблемы, что вы были причиной несчастья – это ложь. Вы свободны. Вы – Брахман. Вы – Санкчитананда. Чистое осознавание, без причин, без предпочтений и без усилий. У вас нет формы и нет облика. У вас нет существования. Тем не менее, вы есть. Вы – не то и не это. Вы – просто есть. Вы – это нечто, выходящее так далеко за пределы материального мира и за пределы ваших переживаний, что вы никогда не сможете обнаружить его с помощью вашего ума, ваших стараний, вашей медитации. Вы не сможете этого, что бы вы ни делали. Вы никогда не сможете открыть эту реальность. Это абсолютная реальность, которой есть вы. Это свобода. Это полное блаженство, которое находится за пределами блаженства, за пределами свободы. Вы – это нечто настолько красивое, что нет слов, чтобы описать это. Это за пределами Бога, за пределами всего, что вы только можете себе представить. Для этого нет имени. Когда я использую слова абсолютная реальность, чистое осознавание без предпочтений, садщита нанда, окончательное единство, это просто слова. Именно в тишине вы чувствуете это, в полном безмолвии, и вы не пытаетесь описать это. Вы не пытаетесь сказать, «Я чувствую счастье, я чувствую блаженство». Потому что, говоря эти слова, вы ограничиваете себя. Потому что вы говорите «Я чувствую блаженство, я чувствую счастье». Но нет ни «я», ни блаженство, ни счастье. Тем не менее, есть что-то, что вы будете переживать. Нет ничего, что вы могли бы описать. Нет ничего, о чем вы могли бы говорить. Нет ничего, что вы могли бы с кем-либо обсудить. Тут не о чем спорить. Нет ничего, что вы могли бы доказать. Тем не менее, вы есть то. Вы есть то. Не имеет значения то, что кажется происходящим в вашей жизни. Это потому, что вы обеспокоены вашей жалкой жизнью, потому что вы не испытываете переживания истины, реальности. Вы обеспокоены по поводу своих дел, людей, мест, вещей. Я говорю, что именно это не дает вам испытать переживания этой высшей реальности. Стремление отстоять свою точку зрения. Стремление выиграть бой. Стремление занять первое место. Вот что не дает вам переживать эту реальность. Если вы действительно хотите пробудиться, то вы должны поставить это на первое место в вашей жизни. Как вы поставите это на первое место в вашей жизни? Научившись быть спокойным и умиротворенным при любых условиях. Наблюдая все, что происходит в вашей жизни и оставляя его в покое. Позволяя людям жить своей собственной жизнью, не судя и не осуждая их. Начинай видеть, что человек, который вам неприятен, что обстоятельства, которые вам не нравятся, это только вы сами. Если вы понимаете, что есть только вы, то что вы можете сделать для других, и что другие могут сделать для вас? Начните работать таким образом. Поймите одно истинное «я», и вы выйдете за пределы нирваны, за пределы Бога, за пределы всего, что вы только можете себе представить. Думая об этих вещах, вы портите их. Опять же, не думайте и не считайте, что это слишком далеко. Вы получили свою жизнь, которую нужно прожить. Вы получили вещи, которые нужно делать или чувствовать. Вы делаете максимум того, что вы можете сделать, и вы получили обязанность. Помните, что будет казаться, будто ваше тело участвует в процессе. Будет казаться, что ваше тело делает то, для чего оно пришло сюда. Вы будете продолжать путь, по которому идете, делать то, что делаете. Однако это будете не вы. Как вы можете быть двумя разными людьми, двумя разными существами? Другим вы будете казаться человеком. Другим будет казаться, будто вы делаете работу. Но парадокс в том, что вы не будете делать ничего. Вы абсолютно ничего не делаете. Вы не делаете ничего. Вы совершенно свободны и освобождены. Однако, когда другие люди будут смотреть на вас, им будет казаться, что у вас есть тело. Вы будете казаться такими же, как они. Потому что только вы сможете увидеть себя. Другими словами, то, что вы видите, приходит из вашего сознания. Если вы считаете, что вы это тело, что вы это ум, если вы верите в объекты этого мира, то вы видите их повсюду, куда вы смотрите. Вы видите другие тела. Если вы верите в страдания, то вы увидите, как страдают другие люди. Если вы верите в плач, то увидите плач повсюду, куда бы ни посмотрели. Все то, что вы верите в своем уме, вы создаете и в своей жизни. Но если вы выходите за пределы ума, тогда абсолютно ничего не происходит. Вы оказываетесь в таком месте, которое не может быть описано. Тем не менее, когда другие люди смотрят на вас, вы будете казаться работающим и делающим то, что вы делаете. Вы должны спросить себя, стоит ли отдавать все ради того, чтобы найти себя. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на ваш мир. Посмотрите на то, что происходит в этом мире. Посмотрите, что происходит во Вселенной. И посмотрите, какую роль вы играете. Как вы связаны со схемой всего. Если вы верите в вашу человечность, то будете проходить через испытания и ошибки, борясь за выживание, пытаясь сделать так, чтобы что-то происходило. Но как только вы начнете отпускать, как только вы начнете идти глубоко внутрь себя, как только вы начнете мысленно оставлять мир в покое, вы увидите, что становитесь все счастливее и счастливее. Вы становитесь мирным, радостным, свободным. И однажды вся эта Вселенная пропадет. Она исчезнет. И будет существовать только истинное «Я». Вы есть то. Пробудитесь и будьте свободны. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...